Денис, ну что, начнём? Дошли до меня слухи, что ты собрался учиться на психолога. Почему тебе захотелось идти обучаться именно туда? А работа психолога сегодня – это такая определенная нестабильность. То есть людей не загонишь к психологу. Они же сами выбирают идти, не идти. Это определенная финансовая нестабильность, эмоциональная нестабильность. Работа психолога – это серьёзное вложение. И тем не менее ты не преклонен в своём выборе. Да, ты очень правильно сказал, что я абсолютно не преклонен в своём выборе. Как минимум потому, что я не переношу конвейерного производства. То есть я не могу повторять одно и то же дело какое-то определённое количество раз. Ну то есть мне сложно. Чем меня крайне привлекает работа психолога – это то, что никогда не бывает двух одинаковых случаев. Каждый человек является абсолютной индивидуальностью. Каждому нужно искать свой подход. Ну то есть, ну, тут нет каких-то повторений, закольцованности или чего-то подобного. Есть некоторые типологические случаи. Ну то есть там, ну, это в основном, кстати, такая психиатрия. Но тем не менее, повторений нет абсолютно. Это одна из таких вещей, которые меня очень привлекают. Ну и к тому же, ну, мне наиболее легко даётся понимание других людей. Ну то есть, ну, такое некоторое чувство эмпатии, что ли, как-то так это вроде бы называется. Ну вот. Ну то есть, как говорил Кроль, там, я умею входить, чувствовать и выходить из человека. Ну и, в общем-то, у меня это достаточно неплохо получается. Я думаю, ну, это какие-то основные такие причины, почему я это выбрал. Ну и к тому же, это очень интересно для изучения. Человеческая психика – это, ну, та вещь, которую можно изучать абсолютно бесконечно, и всегда можно открывать что-то новое. Скажи, пожалуйста, вот ты уже обучаешься или каким-то образом предполагаешь начать обучение по окончании школы? Обучение в каком плане? Обучение практической психологии. Можно ли назвать свой опыт обучением практической психологии? Свой опыт можно назвать своим опытом. Если у тебя есть свой опыт, то я предполагаю, что обучением будет, когда ты сам, ну, рассматривая различные подходы, психологические модели, безусловно, с помощью внешней информации. Тогда ты обучаешься. Если ты только проходишь свой опыт, ну, обычно это как? Тут лажанул, там лажанул. Ну, ну, как бы это же не рефлексия опыта, это оценка. То есть оценку, супервизию своего опыта может, человек сам себе дать не может. Ну, может быть, только после лет сорока занятий практической психологии. Возможно ли назвать обучением анализ происходящего вокруг меня и с людьми, которые находятся вокруг меня? Если ты анализируешь это не сам, а с кем-то, это обучение. Если ты анализируешь это сам, то если ты создал какую-то проблемную ситуацию и сам ее анализируешь, это еще не обучение, потому что невозможно решить... Проанализировать, если ты не знаешь, что это такое. Да, и невозможно это понять, постигнуть пока, если ты привлекаешь только ресурсы самого себя. Ну, тогда можно сказать, что у меня уже началось обучение однозначно. Ну, как минимум, потому что я с тобой это обсуждаю, ну, по крайней мере, абсолютное большинство того, что у меня происходит. Интересно. Окей. Скажи, пожалуйста, кто из современных практических психологов, может быть, современных, в смысле которых остались лично ты знаком, или остались видео, книги, наиболее тебе близок и интересен? Ну, на первом месте в любом случае ты стоишь, как бы, потому что, ну... Это даже сложно объяснить, почему, но вот просто на первом месте ты стоишь. Окей, еще. Я, кстати, недавно об этом думал, я даже составил некоторую иерархию тех, кто у меня там стоит. Это... Ну, на первом месте ты, на втором месте это Татьяна Мужицкая. На третьем месте у меня Роберт Антон Уилсон с его квантовой психологией. Вадим Димчок, безусловно. Ну, и вот это основные такие люди, которые наиболее мне импонируют. Ну, и Стивен Валинский, конечно же. Очень интересно, кстати, пишет Виктор Викторову, вроде Виктор Франкл. Но я не могу почему-то внести его в свой рейтинг. Но, тем не менее, он где-то рядом. Скажи, пожалуйста, что даст тебе право внутренне, то есть какой конкретно пройденный процесс или... Может быть, что даст тебе право, ну, где-то разместить объявление, что ты уже можешь принимать людей на консультирование. Я имею в виду, конечно, внутреннее право. Ты же внутренний референтный человек. Скорее, после окончания NLP-курса у Татьяны Мужицкой и отработки того же NLP-курса. Тогда, я думаю, ну, вполне можно. Ну, когда я получу некоторый сертификат, что ли. Ну, то есть, ну, наберу достаточное количество знаний, чтобы хоть как-то вести людей. То есть, сейчас я могу это делать, но на таком интуитивном по большей части уровне. Ну, и исходя из того, что я уже знаю. Но, тем не менее, я знаю достаточно немного, в общем-то. То есть, ну, нужно, конечно, гораздо больше информации. Ну, как-то перекопать, что ли. Прочитать, познать. Для того, чтобы, ну, назваться полноценно психологом и еще и брать за это деньги. Ну, то есть, я, конечно, могу это делать сейчас, но с таким немного скрипом. Потому что, думаю, ну, не совсем еще я вот, ну, не совсем. А вот в NLP одно из утверждений, одна из приспозиций NLP, говорит, что нет поражения, нет ошибки, есть только опыт. Как ты относишься к этому сказанию? Я к нему отношусь крайне положительно. Не является ли это, что, ну, я здесь могу накосячить, там накосячить? Ну, это же опыт, это не ошибки, у меня нет ошибок. Вопрос в том, учусь ли я на этом опыте. Ну, это основной вопрос. Ну, то есть, да, безусловно, косяки могут быть, но, тем не менее, если они просто проходят, ну, как будто сквозь тебя и не касаются вообще, ну, абсолютно, то, ну, а смысл этого опыта тогда? Ну, то есть, это как, знаешь, каждый день ходить в одно и то же место и каждый день проваливаться в люк. Ну, то есть, ну, ошибка действительно есть, но она имеет место быть, ну, один раз. Ну, и может быть, еще один, но чисто, чтобы, ну, отрефлексировать вот это вот. Как тебе кажется, с какими вопросами, жизненными ситуациями чаще всего сегодня молодые люди обращаются к помощи психолога? Что беспокоит и тревожит? Проблема в отношениях с родителями, суицидальное поведение, суицидальные наклонности. Ну, это две основные мысли, но это, мне кажется, самой, ну, вытекающие друг из друга вещи, потому что, в общем-то, если бы в семье все было хорошо, скажем так, ну, и, в общем-то, ну, все проходило достаточно успешно, то, в общем-то, и мыслей бы таких не появилось. Ну, по крайней мере, как я-то считаю. Ну, то есть, безусловно, могут присутствовать некоторые внешние факторы, но, тем не менее, ну, мне кажется, семья – это одна из ведущих таких, ну, как бы, позиций, которая обучает ребенка и дает, ну, некоторую базовую загрузку, как это называется, на дальнейшую жизнь. Ну, то есть, если тебя не бил отец, то, ну, полегче немного живется, мне кажется. За одного битого иногда двух небитых дают, а за одного битого двух небитых дают, потому что… Ну, это же тоже опыт. Отец, да, своей строгостью иногда на биологическом, но в уровне дрессировки показывают, что можно, а что нельзя. Наличие строгого отца – это возможность самодисциплины. Нет, я не говорю о строгих отцах, я не говорю о строгости, я говорю о жестокости, семейном насилии. Ну, ты как будто бы не упомянул еще очень важную, ну, часть жизни и консультационной работы психолога, которая наиболее актуальна и которая касается людей от 16 до 35. Конечно, очень много, ко мне, например, приходит людей раненых в отношениях. Вот, и если человек приходит раненых в отношениях, каким-то образом, ну, моя задача, во-первых, залечить раны, во-вторых, дать полное принятие, обучить человека, ну, ну, и в-третьих, дать какие-то установочные хотя бы ориентиры, как раненых в отношениях между мужчинами и женщинами не получать в дальнейшем. Вот. В этом смысле, какие твои базовые, ценностные убеждения и рекомендации, чтобы в отношениях не получать рану, а чтобы, ну, каким-то образом они были все-таки поддержкой и ресурсами. Отношения нам, безусловно, много чего дают, но иногда раны и травмы, полученные от разрыва отношений, оказываются, ну, более болезненными и более емкими, чем то, что они все-таки нам дали эти отношения. Вот ты пролечил, вот ты протерапевтировал некую девочку-девочку. Вот она говорит, большое спасибо вам. Если бы вы мне все это не вылечили, все, тебе отпустите, тебе нужно дать, ну, наставление, принципы и хотя бы ориентиры, при которых, придерживаясь всех которых, человек не будет получать рану, а нарушая которые, он опять будет получать. И опять у него опыт, и тогда у тебя всегда будет работа. Ну, это же не безответственно эксплуатировать раны. Нужно обучить тем или иным закономерности. Я не могу обучить человека не получать раны вообще, потому что любые отношения, если они присутствуют на какой-то определенной глубине, ну, при разливе, в любом случае, будут достаточно болезненны, в любом случае, по-моему мнению. Безусловно. Но есть какие-то ориентиры, и мы же даем людям... Ну, я сейчас говорю. Для меня есть три основных таких, ну, не знаю, ценности, можно сказать, три основных позиции, которых я, по крайней мере, придерживаюсь, чтобы не слишком раниться в отношениях. Это первое, это соблюдение договоренностей. То есть, ну, если мы о чем-то договорились, это в любом случае происходит. Ну, и, в общем-то, обговариваем все моменты, которые происходят на данный момент. Ну, и честность, безусловно, друг к другу. Второй момент, это... Сейчас, как это сказать? Это эмоциональная невключенность. Ну, в том плане, что мои эмоции не зависят от эмоций другого человека. То есть, если человеку плохо, это не значит, что мне плохо, потому что ему плохо. Ты уверен, что если отношения есть, можно оставаться эмоционально независимым? Я вот хочу сказать, дорогой, я с тобой в отношениях, но все, что касается тебя, оно как-то эмоционально проходит? Нет, безусловно, оно эмоционально проходит, но, тем не менее, я не могу сказать, что мое состояние зависит от твоего состояния. Безусловно, я чувствую, что происходит у тебя, но, тем не менее, если, к примеру, тебе плохо, то мне сразу резко не становится плохо. Это не значит, что надо, чтобы тебе становилось плохо, я согласен. Но в отношениях МЖЭ, там же включаются мощные биологические, эмоциональные механизмы, и способность их контролировать и не включаться есть, надеюсь, у 5%, не больше, населения Земли. Мне кажется, что они алекситимики или шизоиды. Как можно эмоционально не включаться в состояние другого человека, если мы уже перешли на что-то общее? Разве я могу, если тебе плохо, выставить экран, экранировать и сказать, ну, это твоя жизнь, твои сложности, если уже... Я не говорю про отделение, я говорю, что мое состояние не зависит от твоего состояния. Ты сейчас сказал про... Ну, вот ты сейчас привел пример, то, что если тебе плохо, а я отделяюсь и говорю, что это твои проблемы, ну, грубо говоря. Ну, это такое ощущение, что я выбрасываю человека в такой момент. Я не говорю про это, я говорю про то, что если тебе плохо, это не значит, что мне должно быть плохо, потому что в отношениях один из людей должен быть в ресурсе. Согласен. Чтобы подтянуть другого. Если у тебя плохо, ну, или у тебя что-то случилось, и я сяду рядом с тобой и снова заплачу, так же, как и ты. Согласен. То, ну, а в чем смысл тогда, в общем-то? Согласен. Ты сказал, у тебя три есть каких-то. Да, да, да. Так. К сожалению, я третий, я постоянно забываю, ну, я забываю формулировку третьего. А, подожди, я по-первых хочу еще. Что означает договоренности в отношениях? Какие здесь могут быть договоренности? Договоренности, ну, в первую очередь договоренности об обязательствах. То есть? Ну, то есть, если мы входим в отношения, ну, нужно сразу обговорить, грубо говоря, что можно, а что нельзя. То есть, что для меня приемлемо, ну, что я могу принять и вместить, и что я не могу принять и вместить. То есть, ну, указать на какие-то свои такие больные моменты, ну, чтобы другой человек учитывал их, опять же. Ну, и, в общем-то, соблюдение этих договоренностей некоторых. Что в современном русском языке, в молодежном сленге включается понятие отношений. Мы в отношениях это означает что? Это один из сложнейших вопросов, которые мне задавали на самом деле. На самом деле получается, что если нет критерий в отношениях мы или нет, значит, и договоренности быть не может. Потому что договоренности существуют относительно конкретных критерий. Мы в отношениях между мальчиками, девочками и мужчиной. Окей, критерии. Соблюдение верности друг к другу. Верности означает что? В сексуальном плане. Так. Честное предъявление себя. Это, кстати говоря, третий пункт из этих трех. Честное предъявление себя и того, как ты себя чувствуешь, и что ты думаешь по тому или иному поводу. И это некоторая бережность и взаимозабота, взаимопонимание. Это основные критерии. Я знаю, что если один из партнеров находит что-то поинтереснее и говорит, что, ну, дорогая, я нашел кое-что поинтереснее, является ли это нарушением верности, если мы декларировали, что мы в отношениях? Или же, поскольку он честно предъявился, это не является нарушением верности? Для меня это не является нарушением верности. Ну, лично для меня. То есть, например... Прости, мы больше не можем быть вместе, так как ты, ну, я с другим человеком, и, в общем-то, ну, у меня с ним что-то такое заключено. То есть, верность – это такая штука, которую можно передоговориться, и после передоговоренности... В плане передоговориться. В верности, то есть, прости, мы больше не можем, это не означает, что я нарушил негласный обет верности между нами. А что же это тогда такое? Правильно я понимаю, что каждый мужчина или муж, уходящий от своей жены к другой женщине, сказав, прости, мы больше не можем, он не нарушает данные между ними существующие обет верности? Нет, это, конечно, прекрасно, но тем не менее, а что, ну, у меня тогда появляется вопрос, если человеку, ну, уже, в общем-то, некомфортно с другим человеком, к примеру, с женой, но тем не менее, он находит себе вариант, где он может быть счастлив, значит ли это, что он нарушает верность жене? Безусловно, да, потому что между ними была договоренность о верности. Это значит, что я могу на тебя рассчитывать, и это означает, что я, вне зависимости от того, какие будут у меня чувства, буду с тобой. Только это, с моей точки зрения, как консультант, дает надежное основание для строительства семьи и отношений. Если я оставляю себе право, в случае, если найдет что-то поинтереснее передоговориться, я в партнерских отношениях ненадежный человек. И на мои слова верности невозможно опираться, потому что они ничего не стоят. Это моя позиция как консультант. Мы сейчас говорим об отношениях, которые ведут к свадьбе, или, ну смотри, просто тут есть, ну, разграничения, некоторые, по крайней мере, для меня. И я, как человек, которому 17 лет, я не задумываюсь сейчас о том, что я буду жить с тем человеком, с которым я, допустим, сейчас, ну, назовем это в отношениях. То есть, в котором вступаешь в сексуальную связь? Да, однозначно. Я, как человек, которому сейчас 17 лет, могу сказать, что у меня, в общем-то, еще играют гормоны, и я хочу, в общем-то, погулять. Так же, как и мои партнеры, партнерши, которые у меня были. Но это я говорю про свой личный опыт. И я не могу сказать, что хотя бы с одним из них у нас была договоренность на совместную жизнь в течение всей жизни. Ну, то есть, ну, я... То есть, отношения — это не про любовь? Отношения — это не про любовь? Отношения в подростковом возрасте. Я не верю, что в подростковом возрасте может быть любовь. Любовь, как любовь. Но, тем не менее, когда подростки... Я не считаю, что это подросток, на всякий случай. Расстаются. Уровень эмоциональной боли у них же даже сильнее, чем у тертых мужиков и женщин, которые прожили в браке. Потому что их чувства еще, ну, как бы не поюзаны, не затерты. Их раны душевные, они еще сильнее и во много раз, чем у тех, кто приобрел взрослых, которые приобрели достаточную меру цинизма и недоверия к словам «люблю» и прочим вещам. Правильно ли понимаешь, что это твоя терапевтическая позиция, которую ты будешь транслировать с собой? Что, ребята, нагуляйтесь, натрахайтесь, напробуйтесь. Но это не для серьезных отношений. Это просто так называется слово «отношения», которое не подразумевает ни любви, ни верности. Вопрос, какой возраст? Половозрелый. Половозрелый – это сколько? Половозрелый, я считаю, ну, как бы это возраст, при котором мужчина может войти в лон женщины и изучать ребенка. Это половозрелый возраст. Если у человека существует сексуальное влечение и он может совершить полноценный половой акт, на него распространяются, с моей консультационной точки зрения, все принципы про любовь, про верность и про отношения, которые, ну, как сказать, которые распространяются и на так называемых взрослых людей. Поэтому половозрелый возраст, когда я могу совершить полноценный половой акт, являются… Ну, то есть, это же невозможно эту функцию юзать, а ответственности взрослой за нее не нести. То есть, мера взрослости в сексуальном смысле обозначает, что человек уже готов к ответственности за свои действия, включая случайное рождение ребенка. Ведь мы же знаем, что очень много детей были абортированы или воспитаны одной мамой, когда не входили в полноценные… То есть, когда обязательств, ответственности за рождение, зачатие ребенка не было. Именно поэтому у нас сейчас придумали контрацептивы. И контрацептивы не всегда срабатывают. Средства химического аборта. Но не придумали контрацептивов от боли, которая случается, когда человек говорит «люблю», входит в женщину с контрацептивом, допустим. Потом выходит и говорит «извини». От этого контрацептивов нет. И это твоя, дорогой психолог, работа поставить вот сюда, в душу и в мозга, контрацептив, который не позволит этой боли больше случиться в жизни человека. Иначе ты будешь психологом по принципу стишка-пирожка. «Давайте трахаться почаще», – кричал на площади Илья. А люди шли угрюмо-мило, и каждый думал «а давай». Вот такой вот Игорь был психотерапевт. Поэтому, как сказать, без психолога, с моей точки зрения, человек, который как учитель и как отец должен обучить не только исцелить раны, как врач, но и обучить принципам, в силу которых человек не будет позволять раниться сам. И, по крайней мере, он будет знать, какие действия приводят к душевным ранам у тех людей, которые нам доверяют свою душу и тело. Я предполагаю, как автор книжки «Духовность как ответственность», что это безответственность в отношении. Если ты говоришь о верности, то верность подразумевает, что если мы с тобой идем в сексуальную, эмоциональную связь, девушки, по крайней мере, воспринимают, что это действительно вместе до конца. И здесь я встречал беспринципных художников, философов, психотерапевтов, которые исцеляли, например, но не говорили, чего не стоит делать, чтобы в такую штуку не попадать снова. И в какой-то момент я понял, что если я исцелю и не дам правильных представлений, что мы делаем на кинотерапии, в личном общении очень часто, то человек будет попадать в эти же самые душевные ранки. То есть психотерапия невозможна и безотрывна от этики, и культуры отношений, в том числе и сексуальной культуры. Я очень хочу тебя продвинуть как психотерапевт, и именно для этого, ну, как сказать, записываю это видео, но обстоятельства и контекст нашего общения предполагают сказать мне сейчас именно это. Если я буду только продвигать, не озвучив это сейчас, то мне же, вот как Александр Ефимович Алексеевич говорит, некоторыми учениками своими я горжусь, а за некоторых мне стыдно, чтоб не было стыдно, мне приходится об этом говорить, хотя я вообще о другом собирался говорить. Но правда настоящего момента вот она в чем случается. И, конечно, это твое первое психотерапевтическое видео. Я надеюсь, что у тебя будет свой YouTube-канал, на котором ты свои психологические наблюдения будешь, ну, излагать, рассказывать, делиться, потому что без YouTube сейчас, ну, продвижение в этом контексте и в этом мире невозможно. То есть YouTube вам в помощь, так и говорят. Но завершение. Завершение. Что ж, учеба продолжается. А? Учеба продолжается, скажем так. Не всегда приятно, не всегда хорошо, но тем не менее. Спасибо, что я не знаю. Я не знаю, как завершить, на самом деле, потому что, ну... Я не знаю, как завершить. Считаю, что это интенсивная терапевтическая жизнь. И красиво завершить сюжет этой терапевтической сессии на тебе. Я знаю, как его красиво завершить. Ты же не просто психотерапевт индивидуально. Ты психотерапевт. Затейник, массовик-затейник. Ты ведешь тренинги, смотри, как солидно ты. И прекрасно держишься в кадре. Если бы ты видел, какой прекрасный кадр. Вот. То есть это правда. И сейчас, ну, как бы у нас с тобой такая, ну, интересная, терапевтически напряженная ситуация. И от твоей реплики, как это видео завершится, вообще зависит очень много. На YouTube оно попадет по-любому. Безусловно, я согласен с тобой по поводу отношений. Хотя у меня все еще в голове есть такой, ну, некоторый червь сомнения. То, что это, ну, достаточно ортодоксальные взгляды. То есть, ну, как будто вот сейчас немного по-другому. Но, тем не менее, ну, исходя из моего опыта и, в общем-то, того, что проживается, ну, как-то вообще не по-другому. Ну, в общем-то... Надо бы... Сейчас, сейчас. Единственный аргумент правоты этого взгляда. Вот. Что верность и люблю, и сексуальная близость предполагают, что люди хотят идти вместе дальше, а не используют друг друга консервы известные. Истории, о которых я рассказал. Боль, с которой приходится иметь дело мне, и придется иметь дело тебе. И без... ну, ну, понятно, что мы одеваем и шлем, и, например, когда на мотоцикл садимся и говорим о правилах безопасности и дорожных знаков. Но есть какая-то очень важная вещь, по крайней мере, ну, прежде чем человек садится за байк, хотя бы спрашивают, умеет ли он водить. То есть отношения, это такая рискованная для психики. Дело и психика, перелом физический, перелом эмоциональный, воспринимается одним и тем же органом. Если мы не будем говорить о правилах, принципах и порядках любви, ну, чем будет попадать туда же? Сколько нам неизвестно с Нучехом, да? Человек слишком понадеялся на любовь, на люблю. И потом это люблю как-то пришли, ну, это же мое слово, я дал его, я взял. И он не справился с желанием не жить. Это, это серьезно. Ну, то есть, и если ты читаешь Франко сейчас, ты психотерапевтчик, человек, который ходит по грани жизни и смерти. Хеллингер говорил, что, говорит, многие клиенты, к сожалению, не осознают, что они находятся на грани жизни и смерти. Но говорят о каких-то вроде бы отмеченных вещах. То есть, они готовы идти туда при юношеском максимализме, при частоте чувств, разочарования в любви. Когда эта любовь сильная и преданная, она равносильно, ну, разочарования в жизни. И ты понимаешь, чем я отклоню, как оно все может раскладываться. Поэтому слово ответственность, вот, в том числе и за позицию терапевта, никто не отменял. Поэтому я, вообще, там, где дело касается личной ответственности, жизни и смерти, я там дышать, так и все подхожу и благодать мне передать. Но я понимаю прекрасно, что я сам должен быть ролевой моделью того, как взаимодействовать с другими людьми. Ну, причиняйте в радости, не причиняйте кухню. Спасибо. Спасибо.